Книга «Открытым оком». 14-й том. Тема «Монашество». Вопрос 2867. Разрешалось ли монахам искать истолкователей Библии, если до чего-то не смог сам человек дойти? Ответ Игнатий Тихонович Лапкина. Доходили до многого самостоятельно, но иногда им были и видения ангелов, как они уж к тому привыкли. И тогда оказывалось, что можно жить проще, смиряясь перед тем, что многое нам самим не открыто, а нужно идти к Златоусту или к Феофилакту. Сектанты отвергают толкование святых отцов, и в этом очень уподобляются данному персонажу. Отечник Игнатия Бринчанинова. Страница 481. Повесть 137. Поведали о некотором старце, который провел 70 недель в посте, употребляя пищу однажды в неделю. Он просил у Бога, чтобы открыто было ему значение некоторого изречения в Священном Писании. Но Бог не открывал ему. Видя это, старец сказал сам в себе. «Вот, я подъял немалый труд и ничего не успел. Пойду же к брату моему и спрошу у него». Когда он вышел из кельи и запер за собой дверь, послан был к нему от Господа ангел, который сказал ему. «Семьдесят недель, проведенные тобой в посте, не приблизили тебя к Богу. Теперь же, когда ты смирился и вознамерился идти для вопроса к брату твоему, я послан к тебе истолковать значение изречения. Исполнив это, ангел отступил от него». Второе послание Петра, третья глава, шестнадцатый стих. Как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие писания. Псалом сто тридцатый, с первого по второй стихи. «Господи, не надмивалось сердце мое, и не возносились очи мои, и я не входил в великое и для меня недосягаемое. Не смирял ли я и не успокаивал ли души мои, как детяти, отнятого от груди матери? Душа моя была во мне, как дитя, отнятая от груди». С утра напрашиваюсь к Иисусу в сад. С собой принес лопаты и мотыги. Плуг примеряю, не оглянусь назад. Отсюда слышал, вылетают мигом. О, сколько здесь израненных деревьев и одичавшая в бездействии лоза! Беру инструкцию, завет заметно древний, учусь пилить, сухое обрезать. Прививки из нагорных паучений, подвязываю страхом и угрозой. Отмачивать бесплодное вкрещение в любое время года им не поздно. Секаторно ненужные побеги, сосущие живительные соки. Сначала осмотрел участок бегло, потом внимательнее, при открытом оке. Морозостойки заметно подросли, а у тепличных неказистый рост. Пожечь старье извечно был цилик, отсюда тернием украшен был Христос. В ограде лаз заделать не мешает, его проделали пьянчушки-старожа. Запасы поизгрызены мышами, ни одного капкана и ружья. Тысячелетия работники по кельям не сеяли, что выдал им садовник. Пытался с каждым говорить отдельно, но немы-чернолисцы ничего не помнят. Сектанты дерзкие, полки еретиков, пластают, жгут и режут беспощадно. Им руководством Библия притом по-своему толкуется исчадьем. Служителей у истины немного, захламлен сад гнильем, корней, традиций. На помощь Господу, как разбудить убогих, помочь от Духа Божия родиться. 10 ноября, 2005 год, Игнатий Лапкин